Привет и добро пожаловать на канал ИнформТВ. Несколько часов назад стало известно, ушла из жизни знаменитая советская и российская актриса Татьяна Бестаева. Об этом официально заявили на сайте театра имени Моссовета, где почти всю жизнь служила артистка. Татьяне было 84 года. Как сообщают СМИ, еще весной этого года Бестаева была госпитализирована в связи с хроническим заболеванием. Далее последовала операция, вследствие которой ей пришлось ампутировать одну из стоп. Руководство театра взяло на себя все расходы. Но тогда уже было понятно, что знаменитой артистке потребуется протез и еще дополнительное средство для комфортного передвижения. После выписки начался процесс реабилитации. Рядом с актрисой всегда находился соцработник. Казалось, она пошла на поправку, но, видимо, все мучения оказались бессмысленными. При этом точная причина ухода не сообщается. Дата и место прощания с актрисой будут объявлены позже. Напомним, Татьяна родилась в семье знаменитого актера. Ее отец Ладо Бестаев был одним из самых популярных актеров советского немого кино того времени. Он прославился главными ролями в фильмах Абрек Заур, Закон Гор и Зелим Хан. А вот Таня впервые появилась на экранах в 58-м и сразу же в главной роли в фильме «Матрос и кометы». А вскоре она играла вместе с Фаиной Ироневской, Любовью Орловой, Георгием Жоновым и очень близко дружила с Людмилой Гурченко. Они с Гурченко и впоследствии сохранили дружбу, даже несмотря на то, что постоянно конкурировали не только за роли, но и за мужчин. К примеру, у Гурченко был роман с мужем Бестаевой Евгением Столяровым, а у Бестаевой с мужем Людмилы Иосифом Кобзоном. В свое время Татьяна была одной из самых красивых актрис. У нее были толпы поклонников, в том числе и среди коллег. Известно, что руку и сердце ей когда-то предлагал тогда еще малоизвестный Жерар Депардье, а чуть позже и Андрей Миронов. Но дальше романов дело не зашло. Ее знали и любили не только в СССР, но и за границей. Особую популярность ей принесла роль в фильме «Тени забытых предков». К сожалению, популярность артистки быстро сошла на нет. Татьяне казалось, что эта богемная жизнь навсегда. Она перестала упорно работать, а вскоре все, что ей предлагали – это роли в проходных фильмах. Только театр остался с ней на всю жизнь. Актриса трижды была замужем, но матерью ни в одном браке так и не стала. Ушла она в полном одиночестве. Мы приносим соболезнования всем близким актрисы.